Газете «Мотор-60». Она увидела свет спустя полтора года после рождения Заурского моторного завода. И все это время кропотливо вела лет весь предприятие. Все главные события и простые будни моторостроителей находили отражение на страницах издания. Герои публикаций – люди труда. Технологи, конструкторы, литейщики и сборщики. Работа была, так сказать, объем обширная. И надо было и там, и тут, в общем, и о производстве писать. И, кстати, о том, как отдыхают люди с производства. И на Турбазовое взяли мы то же самое вот этом. В общем, и на стадиан ходили. В общем, довольно интересно было. Ну, естественно, были всякие комсомольские мероприятия. Там уж никак без нас не обходилось. Вся судьба связана, можно сказать, с газетой. Газете я благодарна за то, что она подарила мне вот это общение. Особенно я благодарна ветеранам, благодарна молодежной организации завода, женскому совету, с которым тоже все эти годы тесно сотрудничала. Отражала профсоюзную жизнь. И мы занимались газетой все время первые места в областном соревновании. Многотиражка, трудолюбивая и неуемная, каждый день делала свою работу, рассказывая о том, как и чем живет завод и город Заволжье. Цифры, факты, события, фотография. За каждой строчкой – дыхание история. Ну, я могу сказать, что я не только читаю газету «Мотор», я иногда поднимаю старые подшивки, потому что из истории всегда можно вспомнить, а что же было в прошлые годы. Кроме этого, можно увидеть фотографии, знакомые фотографии коллег, людей, с которыми когда-то работали, а может, когда-то, и, может, сейчас их уже и нету в живых. Поэтому и ностальгия по прошлым временам, и, соответственно, сегодняшний день, он всегда радует, потому что, как я уже не раз говорил, заводский моторный завод не стоит на месте. Сегодня корреспонденты газеты, как всегда, на передовой, в центре всех новостей, с блокнотом, диктофоном, фотоаппаратом. Одними из первых узнают о новых разработках, изучают современные технологии, вникают в производственный процесс. Потом рассказывают об этом на страницах «Мотора», где каждое слово выверено и понятно. И как раз вся эта суть в том, что я могу, пропустив через себя эту информацию, дать её людям именно так, чтобы они её поняли. То есть я добиваюсь от тех, кто даёт мне интервью, информации в таком виде, чтобы эта информация стала понятна для других людей. Я как бы такой фильтр, можно так сказать. И, ну, надеюсь, у меня это получается. С изменениями, которые происходят, наверное, в любом деле, приходит что-то новое, приходится чему-то новому учиться, поэтому мы всегда в движении, в развитии. И надеюсь, что читателям это тоже нравится, газета меняется. Я вам могу сказать, что с моей точки зрения, как редактора, это нам удаётся, потому что мы посылаем газету по электронной почте, по заводу всем пользователям компьютеров. Мы выкладываем газету на сайт. Мы распространяем газету в заводских подразделениях. Газеты расходятся, как горячие пирожки. Тиража не хватает. Людям нравится газета, особенно с тем новым дизайном, с которым мы начали выходить с этого года, в полноцвете, с высоким качеством печати в Дзержинской типографии. Это всё очень большие шаги и в будущее. И всё это будущее, оно основывается на прежних традициях. Традициям и людям, связавшим с мотором свою жизнь, была посвящена и выставка Музея истории трудовой славы ЗМЗ. Здесь на чёрно-белых снимках и ветераны редакции Алексей Илюнин, Вениамин Синягин, Фёдор Агапов и их верные спутники, фотоаппараты, с которыми они ходили на редакционные задания. На пожелтевших страницах старых газет имена, лица и судьбы людей, вершивших историю предприятия. Всего за 60 лет редакции «Матура» было выпущено более 7300 номеров. Менялось время, страна, люди. Неизменным осталось одно – любовь и признание читателей. Лариса Силина, Александр Горбунов, Градец ТВ. Специально для «Время новостей».